Гниющие пищевые отходы, огромные кучи мусора, разносимые ветром и собаками, пакеты. Такую картину сейчас можно наблюдать на улицах ряда городских районов. Люди платят за услуги регулярно, однако мусор не вывозится неделями. Это несмотря на рост тарифов за вывоз пищевых отходов. Наша съемочная группа ознакомилась с проблемой и попыталась получить ответ у коммунальщиков. Очередной мусорный коллапс в областном центре. Вот такие горы бутовых отходов наблюдаются во многих городских районах. Порой они достигают высоты человеческого роста. Пустые баклажки, бутылки, пакеты. Мусор не вывозится целыми неделями. Горы отходов, разбросанный мусор и в целом теперь неприглядный вид уютных улочек района Москва. Такую картину ежедневно вынуждены созерцать местные жители. Причем отбросы складируются на основных дорожных магистралях района, улицах Иманово и Мясоедово. Жители сетуют, что никому до их проблем дела нет. Более того, коммунальщики даже убрали контейнеры для мусора. На районе Москва есть такая проблема, потому что контейнеры убрали. И вот эти кучи, то есть на месте контейнеров образуются вот эти кучи. Было объявление, что якобы они по вторникам, по субботам будут вывозить мусор. Но я не вижу, например. Время было не указано. Просто день. Но я ни разу не видела, если честно. Эмилия Кондратенко – настоящий старожил района Москва. Она проживает по улице Мушхоржу Сипку-Пеулы, которая ранее миновала Степана Разина с 1972 года. Мусорная проблема – настоящая головная боль для жителей. Ведь таким макаром и крысы могут появиться, подчеркивает пенсионерка. За вывоз мусора Актюбинка платит регулярно – по 200 деньг в месяц человека. Однако отдачи нет, сетует женщина. Всегда было прекрасно. Вот вовремя вывозили у нас мусор. Понедельник, четверг наш день. Последнее время, вот октябрь, ноябрь, вот такие кучи стоят. Собаки растаскивают, коты бегают. Утром встанешь, весь квартал в мусоре лежит. Опять давай собирать. Платим мы вовремя все. До этого прям было хорошо. Понедельник, четверг, до обеда, как штык, все вывозилось. Вывозили последний день, это третья неделя идет. Третья неделя. Вот они пришли, посаскивали в кучку и ушли. И все, больше мы не видим никого. Мы обращаемся, чтобы нам помогли с мусором, вывезти мусор. Горожане надеются, что их обращения будут услышаны, иначе жить здесь станет совсем невыносимо. Особенно, если вопрос не решится в течение зимы и станет еще более актуальным в жаркий летний период. Я инвалид первой группы по зрению. С 2000 года проживаю здесь. И место отдыха вынуждено регулярно обрывать телефоны и просить, чтобы мусоровывозящие компании о нас не забывали и занимались своими прямыми обязанностями. Уже два месяца такая проблема. Отходы вывозят нерегулярно. Последний раз убирали дней 10-12 назад. С тех пор никто не появлялся. Я звонил представителю компании-подрядчика. Но они только обещаниями кормят. Мол, завтра вывезем. И так каждый день. Но разве так можно? У меня пятеро внуков. Им приходится играть среди куч мусора. Оплату произвожу регулярно. Месяц больше тысячи тенге обходится. Надеюсь, что наши чаяния будут услышаны, и проблема решится. Мусор вовремя не убирают. Это большая проблема. 25 ноября последний раз вывозили отходы. Собаки, кошки и птицы разрывают пакеты и растаскивают отходы по всей улице. У нас здесь детей много, и они вынуждены за всем этим наблюдать. Это же опасно. Инфекцию можно подхватить. Что касается городских коммунальщиков, то по их словам, они наслышаны о мусорной проблеме. Но вот осведомленность чиновников никак не способствует решению данного вопроса. Больше всего отходов складируются в районе Москва, а также пятом и восьмом микрорайонах, отметили в городском отделе ЖКХ. Причины мусорного коллапса уже стали наболевшими. Главная причина у нас – это одновременная поломка спецтехники, нескольких спецтехник, можно сказать, и складирование негабаритного мусора на контейнерной площадке. Нами планируется объявить конкурс, по итогам которого будут определены дополнительные подрядные организации. И для улучшения ситуации работаем в две смены, то есть у нас существует ночная бригада. Также для уборки негабаритного мусора привлечены восемь мобильных бригад, там более 15 единиц техники. Жители города просим отнестись с пониманием. В ближайшее время все дефекты, как говорится, устраним. К слову, всего в городе действуют три мусоровывозящие компании. Так, то «Неоплюс» вывозит отходы в городских микрорайонах и районе Москва. Компания «Акжол-ЛТД» задействована в старой части областного центра и жилом массиве Нур-Актубе. Вывозом мусора с территории бывших сельских округов города занимается ИП «Тазак Аргалы». Николай Сырбов, Мержана Манжолов, телеканал «Актубе».